Добрый день, друзья! В эфире программа «Бизнес онлайн» в студии Сергей Иванов. Кризис – это не только время утрат, но и время приобретений. Пока одни компании покидают рынок, другие приходят на него, а некоторые даже обещают своим клиентам построить систему маркетинга с нуля на основе данных. Сегодня мы разговариваем с управляющим партнером группы компании «Артиллерия» Александром Кузьминым. Александр, привет! Привет! За последние годы мы привыкли ассоциировать тебя с компанией «Веб-Профитерс», но сегодня ты приходишь в качестве управляющего партнера компании «Артиллерия». Расскажи нам, пожалуйста, с чем связаны все эти изменения, и почему ты пришел к нам в новом качестве. Сегодня и уже полгода, на самом деле. Расставлю все точки над «и» относительно этого вопроса, потому что его достаточно часто задают. «Веб-Профитерс» – это агентство веб-аналитики, которое входит в группу компании «Контекстгрупп». «Веб-Профитерс» оказывает услуги исключительно в области всего того, что связано с аналитикой веб-данных. И в рамках группы компаний существует как некоторая единица, которая работает с клиентскими данными, помогает остальным компаниям выполнять качественный маркетинг. Мне в какой-то момент стало немножко тесно в рамках «Веб-Профитерс». И мы, собственно, я со своим партнером, у меня есть партнер, с которым мы создали «Артиллерия Групп», решили оказывать более широкий спектр услуг. Мы начали расти как в сторону маркетинга в разные стороны, так и углубляться в область бизнеса клиента. Авинаж Кошек, небезызвестный вам всем, недавно написал очень интересную статью, которая как раз совпала с моим видением ситуации. Статья называлась «Веб-бизнес-аналитика», в которой Авинаж рассказывал о том, что веб-аналитика больше как некая наука не существует, потому что весь бизнес оцифровывается, все системы, которые в бизнесе работают, они тем или иным образом связаны с диджиталом, и по этой причине веб-аналитика, она все больше расширяется именно в сторону бизнес-анализа. У меня, собственно, у самого образования бизнес-аналитика, это то, с чего я начинал, потом просто так получилось, что я из-за более широкого понятия углубился во что-то более узкое. Сейчас произошла обратная реакция, начал расти в обратную сторону. Мы занимаемся полноценным бизнес-анализом клиента, не в том понимании, в котором обычно это декларируется рекламными агентствами, что мы погружаемся в бизнес клиента, в его задачи, что на самом деле в общем и целом в большей степени связано с заполнением брифов клиентами. Мы занимаемся внутри артиллерии групп, у нас есть компания MyBI, которая... Я хотел немножко прервать тебя для того, чтобы мы все-таки разбивали твое представление вопросом, который отражает в том числе и наши интересы. Итак, в группу компаний артиллерии входит еще пять компаний. Давай их разберем по отдельности, чем они занимаются. Я начал с сервиса MyBI. Сервис MyBI – это сервис бизнес-аналитики и визуализации клиентских данных. Что мы делаем? Мы интегрируем все цифровые системы клиента в единое цифровое хранилище. Например, все рекламные системы – Директ, Эдвордс, Эдривер, Фейсбук, ВКонтакте, везде, где есть реклама, все системы, у которых есть API, интегрируются в хранилище. Вместе с Google Analytics, вместе с Яндекс.Метрикой, вместе с CRM-системой, вместе с IP-телефонией, вместе с колл-трекингом, вместе с бухгалтерией. Все данные из всех систем объединяются друг с другом, и у клиента появляется возможность строить сквозные отчеты между системами и отделами. Далее на это цифровое хранилище навешивается сервис визуализации данных. Таким образом, клиент, в большей степени, этот сервис нацелен именно на руководителей компаний и на управляющих сотрудников, руководителей отделов. Соответственно, эти заинтересованные лица имеют возможность в момент времени получать ответы на свои вопросы в удобно представленном виде, в виде графиков, в виде диаграмм, срезов, таблиц. В общем-то, в любом виде, в котором они могут себе представить ответ на свой вопрос, они могут его получить с помощью MyBI. Данные обновляются раз в день, соответственно, ты можешь прийти с утра к своему компьютеру, кликнуть на ярлычок на рабочем столе и увидеть, например, ответ на вопрос, как вчера размещение в спецразмещении или в гарантии в Яндекс.Директе принесло прибыль компании, и как, например, эти деньги потом увеличивались, исходя из того, как часто клиенты платили. Следующая компания, ArtContext, предоставляет услуги в области размещения рекламы, это полносервисное диджитал-агентство в области управления контекстной рекламой, рекламы в социальных сетях, размещения медийной рекламы. Третья? Третья компания, ArtSeo, как нетрудно догадаться, занимается поисковым продвижением. Четвертая компания, ArtSoft, занимается разработкой сайтов, разработкой посадочных страниц, интеграцией CRM-систем. Пятая компания, ArtMetrix, классическая веб-аналитика и более сложная аналитика клиентских данных на основе разного рода математических и эконометрических моделей. А почему пять компаний, объединенные в группу компаний, а не одна компания, которая оказывает, скажем, спектр услуг? На этот вопрос есть несколько ответов. Первый ответ заключается в том, что по опыту моего руководства компании Web Profiters, мне было понятно, что клиентам интересно и важно работать с агентством, которое специализируется на конкретной услуге или на конкретной области. Клиент, который заходит в агентство, которое занимается всем, он смущается относительно качества услуг по всем направлениям. В большинстве случаев в агентстве есть одно самое сильное направление, которое агентство делает хорошо, и остальные сопутствующие, те, которые обычно допродают. По этой причине мы разделили услуги на пять разных компаний. Вторая причина заключалась в том, что мне, как основателю этой группы компаний, было важно, чтобы у каждой компании был свой руководитель, который полноценно занимался развитием этой компании. Соответственно, в каждой компании сейчас у меня есть свой генеральный директор, у которого есть задачи по развитию агентства, у которого есть доля в агентстве, и они максимально замотивированы в том, чтобы их агентство росло, а мы помогаем им тем, что в группе компаний общий отдел продаж, общий отдел маркетинга и пиара, есть общие ресурсы, но в целом эти агентства существуют независимо друг от друга. А случалось ли так, что одного клиента обслуживали все пять компаний или какое-то большое количество компаний, три, четыре? Четыре из пяти бывало. Четыре из пяти бывало. То есть фактически в любом случае группа компаний «Артиллерия» выступала уже не как группа компаний, а практически как ее отдельные компании выступали, как единая компания. Безусловно. И в этом я тоже вижу один из ключевых смыслов того, что мы делаем. Клиентам, особенно крупным клиентам, которые хотят развиваться в диджитале в разных направлениях, они заказывают там, например, только контекстную рекламу, им важно, чтобы со стороны агентства был некий клиентский менеджер, некий сильный аккаунт, который имеет возможность понимать, что происходит на стороне бизнеса клиента, то есть потребности бизнеса. И внутри уже агентство, внутри группы компаний имеет возможность управлять задачами и процессами по развитию бизнеса клиента. То есть в случае, если клиент у нас хочет приобрести, например, 4 из 5 направлений, то в этом случае ему выделяется некий сильный аккаунт, который общается непосредственно с клиентом и руководит процессами, которые происходят в остальных компаниях. А какая услуга из всей группы компаний наиболее востребована? Или какой-то комплекс услуг, микс? Определенно наиболее востребованная и наиболее новая услуга, которую рынок сейчас, на мой взгляд, совсем мало предоставляет, это MyBI. Это в некоторой степени наше ноу-хау. Соответственно, MyBI – это сервис визуализации данных. Мы объединяем клиентские данные в неком едином хранилище и создаем визуализации. Это создает сейчас, еще когда не очень большой спрос и не очень много предложений на такого рода услуги, это создает вау-эффект. Клиент видит у себя буквально на рабочем столе десятки панелей мониторинга по всем ключевым направлениям бизнеса в виде удобных графиков и диаграмм. Это очень удобно, это очень эффективно и эффектно. А комбинации услуг можно назвать какие-то популярные? Какая основная концепция и основная идея, которую мы закладываем в нашей формулировке маркетинг на основе данных? Когда клиентские данные собраны в едином хранилище, когда к ним можно получать быстрый доступ, причем как быстрый доступ со стороны клиента, то есть он может изучать, что происходит у него, так и агентство имеет такой же доступ, мы имеем возможность, используя эти данные, эффективно управлять маркетингом компаний в интернете. Могу привести пример. Возьмем, например, какой-нибудь крупный e-commerce, ну или там условно крупный e-commerce. В большинстве случаев управление контекстной рекламой для этого e-commerce происходит на основе данных Google Analytics, на основе настроенного модуля электронной торговли. Исходя из этого подсчитываются ROI, исходя из этого управляет клиент ставками в контекстной рекламе. Это заведомо самообман и неправильные действия предпринимаются в этом направлении. Почему? Потому что Google Analytics не учитывает множество внутренних факторов клиента, которые прямым образом должны влиять на то, какие ставки, например, выставляются в контекстной рекламе. Это себестоимость товаров, это количество возвратов этих товаров, это маржинальность товаров, это затраты на рекламу, в конце концов. Мы, когда в своем хранилище или в клиентском хранилище эти данные объединяем, мы имеем возможность по каждой товарной группе получать максимально приближенный к действительности ROI. И уже исходя из него, автоматизировано, используя всем известные брокеры или оптимизаторы ставок, управлять контекстной рекламой максимально эффективно. То есть концепция, возвращаясь к самому началу, в том, чтобы собрать клиентские данные в максимально полном объеме и затем на основе этих данных либо автоматизировано, роботизировано, либо вручную управлять маркетингом клиента в интернете. Таким образом, MyBI – это некоторый базис, некоторый старт, с которым мы начинаем работать с клиентом обычно. И далее подключаются разные компании для того, чтобы уже оказывать максимально эффективный маркетинг. Да, схема понятна, да. То есть через MyBI уже набор услуг каким-то образом совершенно разных формируется и варьируется. А кто типовые заказчики самых востребованных услуг? Ну, мы пока не очень давно существуем, поэтому… Еще нет статистики, но уже есть наблюдения. Еще, да, нет статистики, но есть наблюдения. Нам самим, скажем так, в большей степени интересно работать с e-commerce и с B2C проектами. Объясняется вот очень просто. У них больше всего данных, и с ними, соответственно, можно производить наибольшее число манипуляций. У B2B-шных проектов, соответственно, данных обычно меньше. И, в общем, статистики мало. И поэтому те мгновения, которые мы делали бы в области и визуализации, и сбора данных, и управления, они бы работали с большой погрешностью. Поэтому первое, да, это e-commerce, любые B2C-проекты с большим количеством данных. Но в целом так получается, что многие клиенты заходят и B2B-шные, и мы тоже пока помогаем. Ну, вот давай поговорим, ищем немножко о клиентах. Можешь привести какой-нибудь кейс? Мне, например, интересует, вы работаете, например, с тем же Callback Hunter или с бизнес-молодостью, которые сами подобного рода услуги, ну, близко к тому, готовы предоставить. Вот что вы для них делаете? Ну, давай про бизнес-молодость поговорим. У меня вообще с бизнес-молодостью достаточно уже долгое сотрудничество продолжается. Оно началось еще во времена Web Profitors, когда с Михаилом Дашкеевым мы занимались веб-аналитикой. То есть он сделал заказ на индивидуальное обучение. Раньше мы такие услуги оказывали. И, собственно, мы с ним где-то 10-15 часов прозанимались веб-аналитикой. Потом началось еще более плотное сотрудничество. Мы начали работать сначала над внутренними процессами бизнес-молодости, потом над маркетингом. И до сих пор наше сотрудничество продолжается. Сейчас ArtContext размещает практически всю рекламу для бизнес-молодости. И контекстную, и социальную. Я имею в виду рекламу в социальных сетях. Значит, ArtMetrics выполняет услуги, связанные с веб-аналитикой. Мы сейчас закончили очень, пожалуй, даже как правильнее подобрать полную настройку Google Analytics. И занимаемся визуализацией данных, как раз то, что делает MyBI. Вообще бизнес-молодость не очень стандартная воронка продаж. Сначала посетители регистрируются на сайте, приходя по платным каналам. Потом им отправляется цепочка писем. Там 10-15 писем. После этого они впервые регистрируются на какой-нибудь бесплатный семинар, где их потом закрывают на платный семинар. То есть от знакомства с компанией до первой продажи проходит иногда больше месяца. И крайне важно отслеживать каждую точку касания клиента с компанией. Что мы реализовали частично в Google Analytics, частично с собственными разработками работы с API Google Analytics и частично с помощью визуализации данных. Сейчас ответ практически на любой вопрос, связанный с тем, как происходит коммуникация с подписчиком или с тем человеком, который уже попал в CRM-систему, ответ на этот вопрос может быть дан в короткие сроки, в течение нескольких секунд. Когда эти данные были собраны, появилась возможность начать управлять маркетингом на основе тех данных, которые были собраны. Это касается и контекстной рекламы. Мы инвестируем в все сегменты, которые приносят клиентов и стараемся их сделать максимально эффективными. Мы находим новые сегменты, это и соцсети, это различные таргетинги через Церебро и через другие программы, которые позволяют эффективно размещать и таргетировать рекламу. Это SEO. Сейчас вот мы, собственно, буквально вчера обсуждали вопрос поискового продвижения полноценного для бизнес-молодости. Я думаю, что тоже запустимся. То есть это такой полноценный, комплексный, долгосрочный проект над одним большим клиентом, у которого большие ресурсы, большие возможности и большие желания. И мы как бы стараемся работать как практически группа внештатных сотрудников над этим клиентом. Ну что ж, теперь-то мы знаем, кто стоит за успехом бизнес-молодости. Давайте перейдем к рынку. Как ты понимаешь, ситуация непростая, а артиллерия групп действует достаточно конкурентной среде. Вот какую рыночную лакуну, какую рыночную боль может ликвидировать артиллерия групп, чтобы выделиться на фоне конкурентов? Все-таки время сейчас непростое, действительно. Я на самом деле не согласен с тем, что время непростое. На мой взгляд, кризис – это в первую очередь время возможностей. Большинство агентств не меняют своих процессов и работают так же, как они работали 3-5 лет назад. А вот теперь пришло время поменять? Да не то, что пришло время поменять. Регулярно появляются новые игроки на рынке. И это касается не только рекламного нашего рынка, не только рынка интернет-маркетинга. Это касается в принципе любых ниш и любых отраслей бизнеса. Важно иметь конкурентные преимущества, некое уникальное торговое предложение для того, чтобы твои услуги покупались лучше, чем услуги конкурентов. Наш подход в некоторой степени достаточно инновационный и новый, на мой взгляд. Я не знаю, много примеров того, как рекламные агентства работают с данными клиента так же, как это делаем мы. То есть, на мой взгляд, мы в данном случае находимся на острие, впереди всех сейчас. Кроме этого, мы оказываем достаточно широкий спектр услуг и делаем это, минимизируя человеческий фактор. То есть, мы стараемся, чтобы те услуги, которые мы оказывали, они в минимальной степени основывались на экспертном мнении конкретных специалистов, конкретных людей. Мы хотим, чтобы тот маркетинг и те результаты, которые мы выдавали своим клиентам, они в большей степени являлись результатами работы математиков, работы аналитиков и работы с данными в общем и целом. Ну вот где по твоему опыту чаще всего требуется ваша помощь, где чаще всего случаются ошибки на уровне веб-аналитики, интеграции CRM, планирования маркетинговых активностей? Где вы наибольшей степени востребованы у своих клиентов? Там даже, где, может быть, вас и не просят, кажется, помочь, но вы сразу видите вот эти вот недостатки, которые вы рекомендуете исправить. Понимаешь, нет сложности в том, чтобы разместить контекстную рекламу. Есть и там сервисы, где даже человек без каких-то специализированных знаний может сделать первые шаги в сторону рекламы в интернете. Ты можешь размещать, покупать ссылки через себя пульт или проводить какую-то другую оптимизацию. Ты можешь, в общем, много чего делать самостоятельно. Ты можешь обратиться в агентство, и тебе реализуют эти услуги с тем или иным качеством в зависимости от того, в какое агентство ты попадешь, на какого специалиста конкретного попадешь. Мы практикуем немножко другой подход. У нас нет разницы между маркетингом и продажами. То есть мы не делаем рекламу, если не понимаем, в какие деньги она возвращается клиентам. По этой причине те процессы, которые мы выстраиваем при работе с клиентами, они не касаются только онлайн-маркетинга. Они затрагивают в том числе и работу с отделом продаж клиента. Банальный пример. Входящий звонок, который поступает на сайт клиента, он должен обязательно отслеживаться через колл-трекинговую систему. Он обязательно должен в автоматическом режиме попасть в CRM-систему. То есть менеджер отдела продаж, который сидит перед компьютером и работает с CRM-системой, должен увидеть этот входящий звонок в виде всплывающего окошка в CRM-системе, в который автоматически запишется клиентский идентификатор звонящего человека. Когда он закроет сделку, эти данные автоматически должны быть интегрированы с бухгалтерией. Только таким образом процесс от рекламы до продажи и до повторных покупок клиента получается выстроен полностью. И вот с ним уже можно работать. Ты понимаешь, на каком этапе воронки продаж происходят наибольшие потери и можешь, соответственно, работать с теми этапами, где потери наибольшие в первую очередь и уже затем всю эту историю стараться масштабировать. У меня не очень понятная ситуация, когда клиент просто приходит с рекламным бюджетом, говорит «разместите мне» и мы считаем конверсии. У нас неоднократно бывали случаи внутри компании, когда мы делали, например, посадочные страницы для клиента и конверсия увеличивалась в 8-10 раз относительно той ситуации, которая была до нас. Но при этом подсчитывая денежки клиента, получалось, что как было ноль, например, так ноль и оставалось, несмотря на то, что количество обращений вырастало в 8 раз. Поэтому маркетинг на основе количества конверсий для меня ситуация очень спорная и не очень понятная. Я думаю, что многие клиенты и многие агентства сами себя обманывают, когда смотрят исключительно на количество достигнутых целей в Google Analytics или в Яндекс.Метрике. Я думаю, что это подход 2012-2013 года, но точно не 2015-го. Возвращаясь к вашему стартовому сервису, к веб-аналитике, можешь дать совет, какой должна быть аналитика для малого бизнеса? Средства ограничены, хватает только на самое главное. Как выбрать это главное, а что считать вторым и, может быть, третьим? Ну, если мы говорим про малый бизнес, то здесь, пожалуй, наиболее эффективный инструмент – это Google Analytics, он бесплатный, практически не требуется затрат на то, чтобы его настроить. В общем-то, человек, если мы говорим про малый бизнес, то в малом бизнесе обычно человек занимается многими вещами самостоятельно, без привлечения специалистов или получая небольшие консультации со стороны специалистов. Каждый человек, каждый владелец бизнеса может в Google Analytics передавать затраты из рекламных систем, Direct AdWords, для этого существуют бесплатные сервисы. Каждый человек может из CRM-системы настроить передачу данных в Google Analytics о покупках клиентов. И, таким образом, ты уже в одной системе интегрируешь и затраты, и покупки. Ты можешь, в принципе, туда передавать также некоторые другие показатели, которые было бы полезно считать. Но, в общем-то, такая работа может быть реализована за неделю, за две, без участия серьезного каких-то специализированных агентств. И у тебя уже будет достаточно удобный инструмент для управления своей рекламой, и, в принципе, будет достаточно удобный механизм для того, чтобы работать над оптимизацией этой рекламы. А есть ли какие-то ограничения по работе с вами, начиная с каких оборотов бизнесу стоит иметь с вами дело, или, наоборот, не стоит иметь с вами дело, вернее, вы не будете с ним иметь дело? В каких, может быть, нишах вы предпочитаете вообще не работать? Есть какие-то ограничения? Ну, в общем-то, у нас достаточно гибкий подход к клиенту. У нас нет ограничения по рекламному бюджету, с которым мы работаем. То есть, у нас есть случаи, когда бюджет в 30 тысяч рублей давал в итоговом выражении оборот клиенту в больше, чем в несколько миллионов рублей, просто исходя из высокого среднего чека и правильной ниши, наверное, со стороны клиента, не очень конкурентной. По этой причине мы можем и с таким бюджетом работать, завязываясь на результат, который дает эта реклама от оборота клиента. Поэтому ограничений по рекламному бюджету у нас нет в общем и целом. Что касается конкретных ниш, то здесь почему-то так сложилось, что вот за полгода мы успели поработать с аж четырьмя образовательными проектами и абсолютно широкий спектр услуг оказывали для этих образовательных проектов. Я не знаю, почему так получается. Они как-то сами к нам приходят. Сначала бизнес-молодость, а потом еще три других. Но это не то, чтобы мы на этом специализируемся, совсем не так. Нам наоборот интересно погружаться в разные ниши. И мне в принципе самому это интересно, даже просто исходя из своей предпринимательской натуры. Мне интересно то, как мои клиенты, как клиенты артиллерия групп, зарабатывают на своих услугах или на своих продуктах, работая в конкретных областях, в конкретных нишах. Поэтому здесь мы тоже в общей степени не ограничены. Но если говорить про концепцию и про то, что мы хотим донести до рынка, ту ценность, которую мы хотим дать рынку, то в большей степени это опять же e-commerce и B2C-проекты с большим количеством данных. Как ты считаешь, вот сейчас, в 2015 году, имеет ли смысл оффлайновым бизнесом выходить в онлайн с учетом достаточно немаленьких стартовых расходов и падающей маржи? Конечно. Да? А есть у тебя примеры того, как твои какие-то клиенты выходят? Помогал ты им? Кому? Да. Ну, есть клиент у меня, компания Irsot. Это, опять же, образовательный проект. Это бизнес, который существует, на самом деле, уже 20 лет. Это курсы для бухгалтеров, для юристов. Собственно, они занимаются повышением квалификации, работая в большей степени с юридическими лицами B2B, но и также с физическими. Этот клиент привлекал своих клиентов в течение практически 15 лет, в большинстве случаев с помощью директ-маркетинга. То есть, просто отправляя рассылку в организации. Мы попробовали сделать несколько посадочных страниц, запустили рекламу, немножко оптимизировали сайт, и это дало поток клиентов через интернет. Это яркий пример того, как чисто оффлайновый бизнес начал привлекать клиентов через интернет, и это окупалось. В целом и общем, я считаю, что каждый оффлайновый бизнес, практически каждый, имеет возможность и должен попробовать, как минимум, привлекать клиентов через интернет. Интернет – это одна из двух площадок с наибольшей аудиторией, и было бы очень странно ей не пользоваться, при том, что порог входа на эту площадку достаточно низкий по сравнению с телевидением, со второй площадкой, про которую мы говорим. А может дать нашим зрителям, оказавшись в непростой кризисной ситуации, несколько антикризисных советов, вот как сейчас им выстраивать свою стратегию, от каких инструментов им стоит отказаться, а на какие, наоборот, обратить больше внимания? Ну, я бы не стал такой совет давать, потому что в каждом бизнесе набор инструментов и технологий, которые должны использоваться для привлечения клиентов через интернет, он абсолютно разный. В e-commerce это один набор инструментов, в B2B-шных проектах и в B2B-шных бизнесах совсем другой набор инструментов. Поэтому говорить про что-то общее среднее, какой-то средний набор инструментов по больнице, мне бы не очень хотелось, это будет просто неправда. В целом, я думаю, что надо любому бизнесу, если мы говорим про старт действия в интернете, действовать поступательно, маленькими шажками, начинать работать с инструментами с наиболее низким порогом входа. Контекстную рекламу, пожалуй, может позволить себе практически каждый, и двигаясь в более изощренные и более технологичные или более дорогие инструменты. Пожалуй, так. Ну что ж, Александр, большое тебе спасибо за экскурс в группу компании «Артиллерия» и знакомство с теми инструментами, с теми сервисами, которые она предлагает. Я думаю, что более подробно наши зрители уже могут ознакомиться, либо на практике, обратившись к тебе, либо ознакомиться, как говорится, непосредственно у вас на сайте. Я знаю, что у вас скоро там станет лучше, четче и понятнее в десятки раз, чем сейчас. Спасибо тебе большое. Спасибо, Сережа. Это была программа «Бизнес онлайн». С вами был Сергей Иванов. Всего вам доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»